Приветствую вас. Если говорить о том, что может удерживать вас как-либо в общем, то это, как правило, некие ожидания, некие потребности и, возможно, страхи. Вот. Это вот если глобально. Что удерживает конкретно вас, нужно разбирать. Дальше. Меня зовут Дмитрий, мне 27 лет. Примерно два года назад она начала эти отношения и через два месяца сама их и закончила фразой «я разлюбила». Ну, мне кажется, что здесь нужен контекст отношений. Что значит начала эти отношения, что значит закончила эти отношения. То есть я хочу сказать, что этого мало для полной картины, потому что у вас наверняка было что-то общее. То, что вас связывает. Вы, несмотря на то, что она эти отношения начала, вы дали, условно говоря, свое согласие на них, на эти отношения. И вы, наверное, тоже в той или иной степени, ну, чего-то хотели. Вот. Так что здесь, конечно, желательно бы несколько, ну, полнее раскрыть то, что происходило. Вот. Дальше. Значит так. В прошлом году мы зашли снова инициатором, наверное, был больше я. А если вы зашли снова и если вы были инициатором, то вы чего-то хотели. Я так думаю. Я так думаю. Я так думаю. Вы чего-то хотели. Если вы чего-то хотели, нужно понять, наверное, чего именно вы хотели. Нужно, наверное, понять, в чем именно вы нуждались, когда, ну, когда выстраивали отношения, когда начинали отношения. Вот. Я думаю, что это, ну, это важно. Это важно. Важный этот момент. Понятно. На мой взгляд, опять же. По моему мнению. Вот. Так. Дальше. Значит, значит, все было хорошо, никак не сорвать. В декабре прошлого года она захотела съехаться, я не спешил с перевозкой вещей. Перевозил все по мере необходимости. Ну, вот, смотрите. Вот здесь, как бы, кроется, ну, здесь начинается проявление такой проблематики, на мой взгляд. В том, что вы как будто бы, знаете, близости боитесь, боитесь, вот, как будто бы боитесь, как будто бы боитесь близости, вот. Я, конечно, не знаю, да, наверняка говорить не буду, вот. Но, вероятно, что все-таки близости вы боитесь, вот. Либо вам некомфортно как-то совместно, ну, совместно существовать с людьми, с человеком, с девочкой, ну, вот. То есть, тут варианты могут быть такие, в принципе. То есть, вы почему-то не спешили, вот. А я не считаю, что вы должны спешить. Вы не подумайте, чего плохого. Я не считаю, что вы должны спешить. Но, мне кажется, мне кажется, что более, так сказать, особенно защищать свою позицию. Вы можете, это вполне в ваших силах, вот. Объективно, объективно, объективно вы на это способны. Вот. И, соответственно, тут у вас уже есть какие-то противоречивые аспекты, очевидно. Что здесь уже чувствует себя, как-то не так, как вам, может быть, хотелось бы. Вот. Дальше. Дальше идём. Так. Месяц назад я получил от неё письмо, когда утром собирался на работу. Она оказалась в кармане куртки. Письмо было написано, что я стал меньше говорить, меньше обнимать, меньше словать. Ну, что сказать, здесь проявляется некая такая болезненная потребность вашей девушки во внимании. Мне так кажется. Мне так кажется. Мне кажется, что у неё есть вот эта вот потребность во внимании. такая. И корнями это идёт из того, что она решила вот с вами расчатку сама. Вот. Ну. По разным причинам, да. Не важно. Не важно на самом деле, почему она так сделала. Вот. По-моему, она хотела всё-таки, чтобы вы на неё обратили внимание. Возможно, ей, так же, как и вам, чего-то не хватает. Вот. Тут, опять же, нужно разбирать этот момент. Вот. Мне так кажется. Но в любом случае, девушка стала определять какие-то претензии, да, к вам. Ну, вот. Возможно, это связано с тем, что она ждала от вас более серьёзных шагов, она ждала от вас более серьёзных действий. Вот. То есть тут, конечно, есть варианты. Вот. Тут есть варианты. Вот. Эти варианты, наверное, анализировать желательно, если вот вы, как раз таки, оба, оба на консультацию к психологу обратитесь. А-а-а, дальше, значит, эм, так. Я на эти действия не обращал внимания, не думал, что что-то стал делать меньше. Оказалось, стал. Здесь, опять же, не совсем понятно. Вы, э-э-э... с точки зрения девушки согласны, или вы это, э-э-э, говорите, ну, такой, своего рода э-э... И, ну, с такой, своего рода, иронией и сарказма, да, то есть, оказывается, стал, хотя на самом деле, не стал, на самом деле, я в это не верю, вот, то есть, тут, ну, опять же, нужно, на мой взгляд, это выяснить, потому что, если вы согласны, если вы согласны с ней, это одно, если вы согласны с тем, что вы стали меньше всего-то делать, это один момент, если вы не согласны, что Сталин что-то делать меньше, это совсем другое, вот, на мой, по крайней мере, взгляд, так что здесь будет лучше для вас, если вы на этот момент обратите самое пристальное внимание в своем. Пару недель назад я решил, что самому мне проще, когда я один, у меня отработал, все в порядке, я лучше воспринимал новые знания в работе, и все вещи, которые я делал до отношения отвалились, стало проблематично что-то делать свое. Мне кажется, что здесь проблема личных границ у вас, то есть, вы не отделяете себя от другого человека в отношениях, и за это вам сложно. То есть, вы в отношениях, то есть, вы в отношениях, ну, может быть, чувствуете себя, ну, чувствуете себя должным, чувствуете себя обязанным, чувствуете себя, эм... Несвободно. Несвободно. Отсюда такая штука, такая штука. Но, вопрос заключается в том, эм... Почему так? Вопрос заключается в том, почему вы чувствуете себя, почему вы не отблюдаете личной грани, ну, почему вы не отвечаете за... Свои личные границы, личные границы. Вот. То есть, есть ли в этом... Какая-то... Эм... Ну, какая-то проблема. На мой взгляд, есть, но... Понятно. Понятно, что... Нужно... Эм... Эм... Не только... Эм... Моё мнение, да? По этому вопросу, ну, и... Ва... И ваше... Тоже. Тут нам нужно как-то... Здесь... Прийти... К... Общему мнению, к общей... К общей какой-то там... Вид... К общей точке... 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 Точке зрения. Вот. Точке... Потому что... Ну... Ну, вы можете объективно считать просто по-другому. Вы можете считать... Что... Я... Не прав. Вы можете... Вы можете считать... Иначе. И это... Эм... Ваше право. На самом деле. Я считаю, что это полностью ваше право. Вот. Но выяснить это... Стоит. Дальше. Эм... Так. Эм... Эм... Банально... Я лучше высыпаюсь, когда один. Один. А вот... Эм... Почему? Почему? Почему так? Почему вы... Говорите, что... Банально высыпаетесь лучше, когда один? То есть... Эм... Что меняется в вашей жизни? Опять же. С... С... С появлением девочки. Грубо говоря. Эм... Что изменилось? Вот. Что мешает вам спать? По ночам. Дальше. Эм... Во время разговоров она взяла в истерику разговоры. Какого разговора она взяла в истерику? Моряло не уходить и осталось, стало еще хуже. Эм... Эм... Остались вы, я так понимаю, из-за жалости. Вот если с жалостью поработать, эм... 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 Возвышение на человека. То есть вам десна девочку жалко. Вот. Либо, вообще либо, либо... Эм... Эм... Речь идет о... Эм... Чувстве вины. Эм... О... Ну, вашем. Вашем чувстве вины. Перед ней. Вот. Чего я, конечно же, не... Конечно же, не знаю. Вот. Эм... 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 Ну, я не могу знать, есть ли у вас чувство вины. Эм... Эм... Наверняка. Или нет. Но, мне кажется, что есть. Мне кажется, что... Чувство вины у вас есть. Эм... Перед... Эм... Девушкой. Вот. И, если... Оно есть. То... Как правило. Чувство вины. Эм... 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 И, соответственно, именно с детства, да, вам возможно и нужно начинать. Работ... Ну, ну, работать и разбираться. Собственно, в себе. Эм... Эм... Вот. Чтобы было... Как-то вот... Понятнее. Что... Что с чем... Связано. Вот. Дальше... Я уже не могу воспринимать ее так... Так, как до этого. Ну, потому что вы ее стали... Вы ее пожалели. Пожалели. Пожелели. Давайте... Вот. Вообще-то можно сказать, что... Что это... Такое своего рода... Защитный механизм, потому что... Эм... 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 Возвыть из себя. Возвыть из себя именно... Именно над ней. Потому что... С ней... Вы... Чувствовали... Чувствовали или чувствуете себя... Ну... Не очень... Комфортно. Теперь вы чувствуете себя уязвимо. Уязвимо. Сейчас чувствуете себя менее уязвимо. Менее уязвимо. Но при этом... Она... Она вас... Не отпускает. Дальше. Она, видя... Мое состояние все время объединяется в железе нестратные разговоры о том, что я должен больше проявлять инициативу и планировать свою жизнь. Ну, здесь... Справедливо. То, что сказал мой коллега... Эм... Кудрущев Игорь Леонидович. Про то, что вы чувствуете себя по дорогам и не берете ответственность за себя и за свою жизнь. Вот. Эм... Но. 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 Нужно понимать. Все это очень похоже на... Эм... Созависимые отношения. Вот. Эм... Очень похоже на... Созависимые отношения. Просто потому, что... Ну, не чувствуется, что... Не чувствуется, что вы... Свободны. Вот. 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 Поэтому... Тут нужно... Смотреть. Вот. Тут нужно смотреть. Вот. Тут нужно исследовать. Опять же. Вот. Если это созависимые отношения, то, да, ничего нет в таком случае удивительного, что вы... не можете... Ну, уйти... от девочки. А... Вот. 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 Ничего нет удивительного... Эм... 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 Потому, что вам... Вам... Ну, действительно... Действительно в этом смысле... Тяжело... Тяжело... Эм... Ну, можно вам помочь. Можно вам помочь. И тогда, я думаю, все будет... В порядке. А вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А если... Понравился мой ответ, буду благодарен за... его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго. И удачи.